ну что ж давайте начнем тогда вебинар сегодня я хочу рассказать вам о процессе фотошопе с различными видео источниками и возможностью создать свое собственное видео понятное дело что фотошоп и видео это буквально маленький шажок в область работы с этим контентом но в любом случае на базовом уровне знаний ретуши и коллажирования можно создать свой видеоролик мобильного устройства либо там на фотоаппарат потому что учитывая фотошоп работать даже с форматами 8k позволяет работать главное чтобы у компьютера мощности хватило и так я использую фотошоп версии 2017 но в общем то даже если кто-то работает на более старых а по видео источником ничего не поменялось как версии 76 работала с видео так она принципе работает никаких лошадь там не появлялась момента сейчас мне придется закрыть частично итак я открою пока изображение и расскажу да в принципе создание вообще анимации по немножечку другой линеечки вот если кто-то смотрел мои предыдущие различные видеоролики предыдущий видеоролик посвященный видео был созданию гиф-анимации всего гиф-анимация по кадровой анимации но сегодня же я расскажу именно как работать не с покадровой а работать с анимацией по временной линии то есть у нас есть отдельная панель таймлайн в которой нам нужно будет указать картинки как я уже говорил у нас есть анимация фреймовая и непосредственно видео линия и так когда я нажимаю видео таймлайн появляется линейка до определенная определенное время заложено на проигрывание данного так как у меня статичная картинка конечно я могу сказать что у меня видеоролик состоит из 1 секунда 1 минуту 30 секунд из обыкновенной статьи посмотреть эту статику и пошло время пошло а я вот смотрю картинку и радуюсь классное видео вот а если же все-таки я хочу дополнить чем то есть улучшить что-то может быть какие-то смены поставить то здесь все зависит от того какие свои мы ставим и что мы с ними планируем сделать то есть какие свои будут визуализироваться какие свои будут меняться между собой и тому подобное то есть если вдруг я решил что было бы неплохо поменять или поставить вот в эту рамочку фотографию или даже сделать так чтобы время менялась это возможно для начала мне понадобится несколько фотографий которые буду использовать на эту картинку то есть я открываю изображение набор изображение по природе пройдусь так у меня есть набор природных фото которые я размещаю сделаю сразу по формату необходимым у меня получаются четыре фотографии они у меня зафиксировались на временной линеечке как одновременно присутствующие если я хочу чтобы они у меня менялись время неплохо их отобразить по порядку друг за дружкой то есть у нас есть несколько вариантов отображения друг за дружкой а вот тут как раз нужно за этим следить и как бы не перепутать что происходит в данном случае то есть если я возьму скажу что у меня картинка 90 89 и 80 находятся по временной линии в другое совершенно время то получается включив проигрывание этого видео несколько секунд у меня горит одна картинка после чего она исчезает то есть как только мы стали работать с временной линией получается сбой как говорится в нашем сознании может произойти только в одном случае смотрите у меня получается все глазики включены все слои показываются но в то же время я никого не вижу получается очень странно дело в том что здесь как раз ограничение визуализации производится именно за счет временной линии потому что через некоторое время как то время дойдет у меня естественно изображение сразу появится то есть теоретически я могу сказать что изображение могут меняться между собой а время изображение как я уже сделал это на первой картинке я могу контролировать контролирует просто направив курсур выше на границу моей моего слоя и говорю надо чуть-чуть побольше длительное время другой слой тоже указываю на значение третий слой и четвертый то есть конечном итоге у меня будет происходить смена изображений а там на картинке другой но достаточно резко это тоже не всегда удобно плюс я еще не поставил так чтобы все в картинку вписываясь варианты у нас какие ну во первых вариант наличие маски в любом случае да маска это дело так она будет необходима таким образом я сделаю можно сделать копию одной и той же маски можно потом положить маску одну единственную на всю группу я пока не кладу масочку до учитывать то что я бы хотел чтобы слои находились в одной на позиции временной позиции поэтому я могу взять фрагмент и сказать что этот слой находится рядом с другим он объединяется так называемую видео группу то есть по сути я могу тогда сделать видео ролик состоящий из мои фотографии которые будут еще и меняться добавить время от времени а потом еще музычку добавить и общая красота то есть я бы не в единую видео группу вот они соединились естественно по временной линии они будут у нас учтены вот если я хочу все-таки показать что у нас они ограничиваются чем-то я создам выделение некой области естественно эта область не что иное как та самая группа можно для реалистичности там потом добавить небольшую растушевочку из твою маску на видео группе ну потому что это удобнее одна маска на все сразу я буду добавить маску на видео группу все картинки вписались режим наложения поменяю скажу что для всей группы режим наложения мультиплайта дано получится еще с тенями так положено а если с тенями то дальнейшее действие проигрывания будет постепенно давайте я на стыках лучше скажу проигрываю и у меня сразу фотка поменялась да там некоторое время опять поменялась то есть таким образом у меня уже есть видеоролик будущий видеоролик в котором организована элементарная смена кадров в изображении то есть я могу так много здесь все но мне допустим не нравится что такая смена происходит очень быстро и и вот то чтобы плавно перетекала растаяло одно в другое поэтому для таких целей тоже есть определенные условия это называется затухание или кроссфейт перекрестное затухание ну допустим мне нравится больше перекрестное затухание когда одна картинка постепенно попадает тогда постепенно появляется такая смена происходит я указываю в течение какого времени происходит эта смена например поставлю 3 секунды на то чтобы произошла перекрестная замена я говорю что эта перекрестная замена будет у нас находиться непосредственно на стыке двух фотографий я вижу как сместилось немножечко вот он есть то же самое скажу на второй и то же самое на третьем стыке вот теперь если мы будем смотреть я вижу что картиночка плавно меняется на другую поменялось одна растаяла вторая появилась уже получается хорошо то есть это уже готовый можно сказать будущий виде ролик но мы его дополним скажем так различными действующими элементами будет у нас такая одна единая картинка которая представляет в себя большой набор совершенно разных элементов естественно по мере откудывания можно это будет комбинировать что-то добавить что-то убрать как-то это все отобразить дополню это вот каким образом я бы хотел чтобы рядышком у меня еще была одна картина и это была именно картина а возможно даже живая картина чтобы поработать с этим мне понадобится визуализировать эту картину то есть будет именно такая большая хорошая картинка я сделаю рамочку на глаз в данном случае никто не запрещает пойти в клип-арт найти себе багет и прикрепить его сюда но по стилю багет не подходит поэтому я буду использовать также черную рамочку на мой взгляд это немножко грустно ну вот вот такая у меня черная рамочка можно даже дать этой рамочке дефектик тут у меня именно shadow чуть попрупнее ну чтобы было похоже да как вот с этой стороны так и здесь оно будет похоже естественно вот эти элементы которые я вижу они мне сейчас смешаются я могу это сделать я могу это сделать каким-то образом либо я вытаскиваю на передний план либо я просто произвожу маскировку на основе того что у меня в рамочке присутствует я обычно предпочитаю чтобы все-таки это было как не ограничение маской а наложение через маску то есть в данном случае на передний фон вместе с диваном поскольку можно произвести на передний план вывести и все вот я выведу наверное только вот эту желтую структуру и пусть будет подушка и шевелиться мало ли если что-нибудь будет валяться и шевелиться кто знает соответственно произведу выделение лишнее выключу естественно выделять мы можем по-всякому я выделю желтый цвет не не а там белый попадается еще проще меньше не будет раз два три и подушка пойдет готов проверю все ли хорошо выделилось вроде ничего можно скопировать в новый слой можно создать маску я скопирую сейчас я не буду заморачиваться на совсем не таких мелких деталях естественно естественно слой который у меня получился слой номер один я напишу что это подушка и сосуды они должны быть все время я вижу подушки и сосуды есть они у меня должны находиться перед рамкой потому что это у меня это у меня рамка денис я не связывал с фотки с непосредственно маской а я создал выделение и сказал что все фотографии прячутся в масках то есть по сути фотографии достаточно большие они больше чем необходимы но за счет выделения я указал что они должны быть именно парамеров этой рамки вижу что рамка подушки и сосуды у меня сейчас очень ограничено по времени то есть по сути получается что они у меня просто напасту потеряются если я сейчас скажу время прошло да и по идее время кончилось ума у рамки время кончилось как то странно что у рамки время кончается поэтому я говорю что и рамка и сосуды находятся в постоянном времени на протяжении всего вот получился результат готовые элементы а сюда я добавлю что-нибудь поинтереснее и в данном случае я хочу добавить сюда видео как подгрузить видео ну в общем то не сложно команда Adobe сделала доступ работы с видео как Adobe также также и поэтому все зависит от вас какое видео потом скачали такое используем единственное кодеки конечно нужно устанавливать я напрямую прям притаскиваю видео потом сюда как будто я файл тащу с картинкой вот сразу сделаю поменьше нужный нужный формат меня устраивает подтверждаем картинка устраивается естественно я покажу что эта картинка должна эта фотография должна быть даже не фотография у нас видео знаете я его сделаю посередине она появляется она работает то есть по сути я могу сейчас включить увидеть как прибой время ограничивается только возможностями вашего компьютера насколько он готов по времени это все запихнуть поэтому вы можете запихнуть туда фильм и смотреть картинку в картинку по желанию вот единственное что эту картинку тоже было бы неплохо ограничить визуально потому что она слишком сейчас большая да и я создаю маску для этого изображения на сути я делаю выделение не обязательно прям ровно да чуть менее побольше вот и нажимаем маску слоя чтобы у меня получился ограничение вот он так же можно сказать что у этого видео режим наложения ну слегка потемнело вот включаю видео видео поток и вижу что движение происходит а а а а а а продлить вот так вытягивая не получится вы можете его задублировать то есть буквально сделать копию тогда да подрезать подрезать можно то есть ограничивать видеоролик всегда можно можно его разрезать на части но он его не режет не физически а он режет виртуально то есть я могу сказать что этот видеоролик если он слишком длинный получился он должен быть не на такую длину а покороче да и тем самым указать насколько короче то есть по сути я могу его там зациклить и все то есть самое главное чтобы видеоролик изначально имел длину которую вам хватит потому что дублировать его это получится буквально второй слой если я дублирую там нажму ctrl J скопировать новый слой и продлить не указать что они там подряд идут вот но это тогда надо смотреть как чтобы зациклилось и прочее я же хочу сейчас помимо всего прочего сделать слой в маске закрепляется автоматически после того как вы сделали выделение на слой и нажали маска слоя больше там ничего не требуется то есть любой слой с которым мы работаем мы производим выделение и нажимаем маску и он уже закрепляется он уже в таком виде он уже в свободном действии тут никаких проблем с этим нет итак но я бы хотел еще дополнить видео чем чтобы изначально оно стояло а потом оно начало двигаться он снова устал и остановился цикл постоянного повторения вам придется тогда так как у нас же времена линия вам придется делать копию видео то есть мне нужно сделать чтобы был слой который является копией этого видео и он находится также продолжением этого видео и тогда оно действительно будет зациклено но единственное что может быть остановиться в какой-то момент прибоя так или плавное перетекание сделать чтобы это стало незаметным когда оно зациклено да чтобы не было резкого прерывания нам надо также поставить кроссфейдинг вот этот переход между видеопотоками тоже не запрещено такие переходы ставить поэтому так как это прибой в монотонность определенная то тогда оно будет может и не совсем заметно как это происходит единственное что надо подобрать правильно именно когда ну чтобы получилось что вот он накатил да и на том кадре он тоже накатил и получается в этот момент проходит переход и вы не замечаете что там что-то поменялось что-то изменилось то есть это самое главное если же я все-таки хочу чтобы у меня была статичная картинка потом вдруг прибой стал действовать потом вдруг он снова остановился да каким образом это мы делаем мне нужно зафиксировать это изображение я только прибой оставлю вот он и по сути создаю новый слой и говорю что в этом новом слое должен отобразиться только прибой у нас есть клавиша там сложив суммирование слоев я нажимаю суммирование слоев у меня появляется просто картинка прибоя вот она появилась как слой я эту картинку объединю непосредственно со слоем видео чтобы у меня вот здесь не плодилось в большом количестве я говорю этот слой он должен быть здесь вот он вот такого размера статичная картинка то есть сейчас ничего не происходит как бы я там не двигал все остается на месте чтобы получить плавный переход чтобы прибой начал работать я также добавляю просфейд 3 секунды достаточно если надо могу также скопировать этот слой скопирую слой и скажу что этот слой будет в конце тоже он будет завершающим и тоже ставлю вот она единым целым в итоге получается я включу все обратно а то сейчас из-за одиноко стало здесь вот общая картина естественно всем режимы наложения мы меняем потому что у меня только для видео режим наложения поставлен но так как у меня получилась видеогруппа прибой я скажу что этот слой этот слой остается как есть а видеогруппа будет в режиме наложения и картинка статичная и дальше этот прибой и следующее все будет работать вот в итоге видео я включаю у меня идет плавный переход ему надо кадры пересчитывать сейчас уже много всего появилось поэтому уровень кошельки конечно был бы в плюс. Кроссфейт я поставил только в одном месте, еще раз кроссфейт в этом. Не совсем все. Включаю и получается плавный переход и прибой пошел. Соответственно последняя концовка, когда прибой у меня останавливается и потихоньку замерзает. Ну я поставил плавность перехода и получается, что он раз и превратился в картинку. То есть видео постепенно затухло. А так как по следующим картинкам, картинка статично перешла и получается вот такой переход. То есть комбинация видео и фото у нас становится тоже возможным. То есть новый такой видеоролик вы составляете. То есть обыкновенные, допустим, хоум видео какое-то или некоторые видеоролики такие делают, которые выкладывают потом. Это без проблем можно сделать даже в процессе работы с фотошопом. Помимо этого у меня еще тут параллельно меняются в рамки фотографии, да, то есть полный набор такой. Не хватает еще чего-нибудь добиться, да, и будет вообще-то полный набор. Например, я подобрал животное. Может быть видели, да, в наборе. Будет летать. Единственное, да, сразу будем говорить, все-таки фотошоп делает такое, у него невозможно поставить траекторию полета. Если бы еще и траектория полета поддерживалась, то это был бы полный финиш. Вот, тогда можно было бы столько запустить всяких объектов летающих, полный финиш и тому подобное. Но, по крайней мере, у нас есть возможность с точки зрения масштабирования это сделать, да. То есть если я просто открываю картинку и переношу ее как есть, то она имеет некие ограничения в трансформации, да, то есть и в анимации. Смотрите, вот получается, у меня есть, да, да, животное. Я вижу, что этому животному, да, это их муке, ну или в данном случае правильнее насекомому, у нас есть возможность изменить его позиционирование, прозрачность и стиль. Ну, стиль это наличие тени, эффекта свечения, ну, как бы светящийся муха, это, конечно, шикарно. Вот, а все-таки, как бы, есть моменты, которых не хватает для анимации, более интересных моментов. Позиционирование, просто перемещение слоя, это не так интересно нам. Интереснее, когда слой перемещается и с ним еще дополнительно что-то происходит. Например, как трансформация. Поэтому я дополнительно, да, произведу какие действия. Либо я сразу говорю, что этот объект должен быть умным, да, либо я просто перетаскиваю напрямую в Photoshop, а перетаскивание в документ напрямую автоматически создает умный слой. Умный слой позволяет мне производить с ним ряд действий. Если рассмотреть трансформацию, которая теперь доступна для этого слоя, то я вижу, что ему полноценно присвоено значение transform. Не как это было position, перемещение, а это трансформация. А трансформация может быть у нас в любом, да, например, масштаб, искажения различные, да, смещение и тому подобное. То есть если я скажу, что этот объект находился где-то, дайте даже поставлю, что это где-то находился в этом месте, не буду сильно включить, он находился где-то здесь. Дальше мне нужно показать, что с ним происходит в процессе. А в процессе я хочу сказать, что он прилетает, садится, может быть что-то проползает где-то здесь и исчезает, улетает. Все это будет происходить на протяжении всего времени. Ну все, просто так что на океан смотреть? Пусть еще кто-то там двигается, да? И я указываю. Ну, если я скажу, что вот здесь все это дело начинается, естественно, трансформация будет странной. То есть объект выключен, да, то есть мы же видим, что его не существует в этом времени. А потом он вдруг нечаянно появляется. Поэтому я за пределами документа оставляю его включенный. Вот он есть. И предусматриваю перелет. То есть я включаю, говорю, трансформацию. Поставилась точка, начальная точка трансформации. То есть он запомнил, что в этом месте объект находится. Дальше я должен указать, через какое количество времени, где этот объект окажется. То есть я указываю там, что в это время, вот здесь, пока этот океан колышется, включаю трансформацию. Я говорю, этот объект летит сюда. Причем не просто летит, он, возможно, чуть-чуть повернется. Вот так-то. И уменьшится. То есть создастся эффект его прилета. Вот так. Подтверждая трансформацию, точка поставлена, он зафиксировал, что в этом месте он прилетит. Дальше. Дальше он должен повернуться, например. И повернется этот объект, ну, буквально за несколько секунд. Вот здесь. Он должен уже повернуться и поползти вверх. Я нажимаю Ctrl-T. Г вверх. Повернулся. И даже, может, давайте, переместился. То есть он так вот пролетит, да? Подтверждая трансформацию, зафиксировался. И дальше пусть он прямолинейно там передвинется в какое-то место. Я говорю, за прямолинейно. Мы можем, конечно, сделать его спортсменом, чтобы он за короткое время буквально пробежал всю картину. Но не будем мы из него. И так уже. Скандалов много. Итак, переведу этот объект. Подтверждаю трансформацию. Зафиксировано. Дальше чуть-чуть его поверну. Пусть он развернется. Жалко, конечно, лапу не сможет помочь. Но, по сути, если бы это было видео на пустом месте, то есть формата мод, который поддерживает на прозрачном фоне, то здесь было можно там шевелиться. Я нажимаю трансформация, повернись туда. Готово. Ну и в конце концов, пора отсюда улетать. Улетим в эту сторону, нажимая трансформирование. Улетели. Сюда. И даже пусть увеличится. Все. Зафиксировалось. Мария неточнила. Но на умные объекты, теоретически, сейчас Мария неточная трансформация применять можно. Соответственно, можно проверить сейчас. Итак, попробую, да? Что у нас получается с полетом. Момент истины. Объект летит. Ну, естественно, по кадровому он считает сейчас. Каждый кадр ему приходится рассчитывать, да? А это достаточно большой объем информации. Потому что сейчас еще и видео должно заработать в этом случае, да? Прибой пошел и так далее. Вон он летит. Приземляется, тут меняется. То есть уже все шевелится. Ну, это дает живости. А то тут все искусственно смотрится. Дело в том, что сейчас каждый кадр. Да, сейчас обрабатывается каждый кадр. То есть всего видео у нас длится минуту 30 секунд. Просто все должно произойти за это время. А сейчас в режиме реального времени он пытается все это нам рассчитать. Все, и он там улетел. Да. Если бы оно еще в пике какому-нибудь улетело, было бы, конечно, поихереннее. Но даже в этом случае уже смотрится неплохо. Таким образом, мы можем уже корректировать, да? И у нас есть полет. По поводу марионеточной трансформации. Давайте посмотрим буквально на какой-то момент приближения. Можно попробовать ей свернуть крылья. Посмотрим. Ну, это тогда вот здесь надо менять. А так она должна шасси выпускать. Итак, ладно, посмотрим. Трансформацию продолжаем. То есть применяем команду Puppet Warp, да? У нас получается марионеточная. И... Ну, радоваться еще рано. Для начала давайте мы ее расплющим. Да, истребитель. Подтверждаем. И... И ничего. Нет, он не зафиксировал изменения марионеточной трансформации. То есть для него это не актуально. То есть он запомнил, что она была. Запомнил, что она была. Но он ее... Видите, он как умные фильтры использовал. Больше ничего. То есть не зафиксировал, как существовало ему. Но в процессе, когда мы говорим об изменении траектории и прочее, я могу сейчас взять и сбить ей траекторию. На самом деле, элементарно, был прорисован путь от, скажем так, границы документа к картине. А я хочу, чтобы это было еще с пересадкой на подушку. Это тоже можно организовать. То есть, когда я ставлю в одном месте какой-то, например, здесь, я указываю, что в дальнейшем... В дальнейшем организованно... Надо будет включить. Значит, организованно каким образом. Я нажимаю снова Ctrl-T в этом месте. Я говорю, что сейчас летишь сюда на дозаправку, поворачиваешься. И он зафиксировал, что полет должен быть немножечко исправным. В итоге... Включаю... Да, 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 с поворотом такой... Вот, к сожалению, ну, либо мы прямой полет делаем, и там организовываем еще и поворот дополнительно. Но это просто дополнительные точки, временные точки, которые мы ставим. Вот, по сути, мы можем, так же, как и в любой другой программе монтажа видео... Чуть подробнее посмотреть этот фрагмент. Вот этот фрагментик. Нужно посмотреть поподробно. У нас есть здесь приближение, где я могу настроить так, что она там взяла и резко повернулась. Прилетела, резко повернулась и метела. То есть это... Все без проблем регулируется. Все без проблем регулируется, ставится как на мне. Итак, ну, можно, да, поставить еще, чтобы она растаяла. Но, как я уже сказал, трансформация, прозрачность и стилистика вся поддерживается. То есть, если вдруг у вас там какие-то объекты, которые допускают появление, или, допустим, я хотел бы показать, что приближение муки происходит, да? То есть, ну, это, правда, как самолет сейчас получится, если еще тень от муки мы начнем видеть на подушке, да? То есть в определенный момент. Но почему бы и нет? То есть вот мука находится вот в этом месте, и, допустим, тень должна находиться как эффект на подушке. А при приближении к подушке тень должна приблизиться к самой муки. То есть, таким образом, я включаю, что будет стилистика. Будет стилистика. Добавляю есть тиль, наличие тени, drop shadow. Говорю, что тень ее будет... Скромнее немножечко, вот такая, да? Такой самолет будет садиться. Вот сюда. Окей. Вот. А потом, когда она приближается, приближается, то тень должна быть возле нее. Получается, что у нас тень будет также иметь траекторию, да? То есть тень отдельную траекторию имеет. То есть, мука приближается в одно место, а тень тоже перемещается. И, по идее, если сейчас посмотреть, у нас вот оно, результат. Приземление, да? Вот. В конце концов, надо, конечно, указать, что тень постепенно исчезает. Поэтому, в определенный момент, я должен здесь, например, сказать, что тень не просто с мукой полетела, да? А она просто исчезла. То есть, опять же, в настройках тени, я говорю, что у тени OPST равняется нулю. То есть, она пропадает. То же самое и в начале. Видите, тень же сразу почему-то появляется, да? Непонятно почему. Знаете, мне страшно становится от размера мухи, учитывая наличие тени, а присутствие тени на стене. Муха, да. Муха – это муха. Ну, тогда ей надо тень поставить, чтобы она еще дальше была. То есть, по сути, муха, находящаяся здесь, сначала должна появиться тень огромная такая, да? Она постепенно уменьшается к приближению. Да, тень. Да, где тень появилась первая. Так, размер, плотность там, да? Если уж прилетело, так прилетело. Нет, там пень. Во. Побольше сделаем. Пятно такое будет летящее. Да, да. Уже страшно летит. Ну, и вот она тут приземляется. Готово. Ну, самое главное же, принцип понятен, да? Расстановка точек по ситуации, по мере необходимости и манипулирование вот этими эффектами, по сути. Пока оставлю. Оставлю на чуть-чуть на потом. Еще один маленький момент по работе с видео. Может быть, кто-то тоже возьмет. Это уже чисто, мне так кажется, фотошоповские, очень актуальные вещи. Я сейчас открою видеопоток. Видеопоток не как помещение в документ, а просто как новый документ, как картинку. Если я открываю видеопоток как картинку, то он у меня фиксируется как видеогруппа. И он сейчас зафиксирован именно видео. А если он зафиксирован как видео, то на нем присутствуют кадры. Я могу покадрово переключаться. Вот он. А если я могу покадрово переключаться, и я работаю не с умным слоем, а с видео слоем, то значит я могу покадрово сделать так, чтобы на этих кадрах не было лишних. Просто для себя надо зафиксировать, какой способ переключения между кадрами. там горячие клавиши какие-то есть. Надо будет посмотреть, если кому интересно, можно в горячих клавишах посмотреть, есть ли такие клавиши, если нет, то назначить. Таким образом, промазав определенный набор кадров, ну стандартное видео, если мы говорим о стандартном, там 24 кадра, или если HD видео, там 29 кадров в секунду. Вот. То есть таким образом, вы аккуратненько все замазываете, и у меня уже получается часть видео, там размывается, я просто сейчас это быстро делаю, естественно, но если подретушировать, при хорошем раскладе, вы можете избавиться от всех ненужных объектов в видео. И это пока еще работает именно процесс работы с видео, вот с самим видео. вы можете с видеорядом производить, дорисовывать что-то, мало ли что-нибудь там закатилось на песке, что-то написать. Но это уже покадровое действие. То есть если я начну сейчас рисовать, да, я начну рисовать на песке и пока до. Но это один. Нарисовать, скопировать, но тут не копировать, тут штамповать придется. Тем более, смотря что вы хотите копировать, как копировать. Ведь если мы говорим о появлении, не перемещении, а именно появлении объекта, то он придется показывать, дорисовывать. Либо, может быть, это проще организовать как отдельный слой, анимировать появление слоя, через маску хотя бы. И тогда получится тоже должный эффект. то есть у нас же есть возможность создать слой. Он должен находиться за пределами. Вот он отдельный слой. На этом слой он у меня поменьше разъема делал. Вот он, этот слой. На этом слое должно что-то быть. Если на этом слое что-то есть, надпись какая-то еще что-то, я создаю сначала маску, которая отображает какой-то фрагмент. Дело в том, что когда мы работаем с маской, я сейчас создам черную маску, у нас в анимации присутствует возможность сказать, что у этой маски помимо того, что вы можете двигать слой, запоминать перемещение слоя, вы можете запомнить перемещение маски, а также ее включение и выключение. То есть, если я сейчас отключу значение маски, отображение маски, то я скажу, что в маске есть квадратик, он беленький. Вот такой квадратик, он беленький. Получается, я двигаю маску и вижу, как появляется нитя. надпись. Ну, или то, что я нарисовал. Эта кнопочка находится внизу. Вот она, масочка на панели layers. Третий значочек. Соответственно, я, получается, могу сказать, что позиционирование маски первое, никакое, оно где-то в сторонке. Второе, эта маска должна переместиться сюда. Ну, я зафиксировал. В итоге, получается, видео, он представляет для себя постепенное появление объя. Потом пропал. Соответственно, дальше она должна зафиксироваться и уже все остальное время она должна присутствовать. То есть, таким образом, можно маской показать постепенное, также постепенное появление, исчезание, слив какой-то. тогда это режимы наложения, вам надо тогда экспериментировать, допустим, вот нахлёст полный найдет, побольше что-то где он накажет. Вот. Что нужно сделать? Во-первых, это режимы наложения. И такое понятие, как режимы прозрачности. Если я сделаю продвинутую прозрачность, я могу сказать, что этот слой прозрачен и пропускает снизу светлый элемент. Я вижу, постепенно растворяется пень. Вот. Тогда получается при накатывании пена всегда забивает. пензал пензал еще и кадр двигается а слежение за кадром на фотошопе не происходит. Поэтому если вы хотите что-то написать, чтобы это прямо так было, штативчик придется при себе держать. Ну, либо руки не присущи. это вы можете как хотите так поместить. Да, то есть если мы опять же возьмем наш объект, мы можем сказать, что этот объект находится под каким-то углом, задать удаление там вот но это полезное ископаемое или древнее ископаемое. даем ему также его видите, пена затопила. Сейчас затопим постепенно. вот вот она да и получается вот эти омывает постоянно. Ну, конечно, без объема. Нет, при желании вы можете взять и загрузить в фотошоп объемную модель. То есть фотошоп работает с 3D и когда мы работаем с 3D 3D поддерживает анимацию тоже и повороты и вращения и тогда вы можете сказать, что она объемная и заливает постоянно. Вот возможности полно и анимация поддерживается во всех структурах сферы. в конце кружочек с квадратиком в конце концов допустим я сделал заключение я сделал видео у меня всего натворил если вы решили поменять музыку поставить другой музык шум прибоя мне не хочется я хочу убрать шум прибоя и добавить музыку то у нас вариант какой я на видеопотоке который отвечает видео отключаю наличие музыки то есть я посмотрю сейчас у меня видеогруппа но у меня к сожалению именно видеогруппы тут могут быть проблемы именно с отображением то есть добавить нужно вот выключить сейчас не удастся выключается если это отдельно должно у нас быть то есть у нас с аудиотрек сейчас к сожалению не получится сказать что мы его выключим тут целиком либо звук придется выключить либо конкретно если бы видео было отдельным ну вот как мы это сделали вот здесь то тогда я могу у него этот звук выключить вот звук выключаю альтер видео как раз аудиотрек для одного а когда у нас комплекс идет тогда надо смотреть поиграть сверху наложить не проблема то есть я говорю что нужно добавить add audio добавить аудиопотоп и указываю какой потоп аудиопотоп и можно добавить открываю вот аудиопотоп 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 а да и так если мы говорим все что теперь я хочу все-таки вывести это в конечный вариант единственное что когда я добавил музыку она добавилась треком до конца именно музыкального произведения поэтому я должен его ограничить до конца произведения видеопотока либо я должен этот видеопоток увеличивать до до конца музыки мы должны сделать мы можем контролировать концовку можем сказать что у нас допустим музыка постепенно нарастает и в конце постепенно затухает то есть получается я говорю что fade in то есть затухание происходит там за 5 секунд до концовки до начала вернее 5 секунд на начало затухания и 5 секунд на концовку и громко все получается постепенно когда у меня видео будет заканчиваться там музыка она сойдет на место итак после того как мы сделали этот видеонабор мы хотим чтобы это все таки было видео по сути то что нам нужно рендерам я раскрываю верхний правый панели timeline у нас есть рендер видео выбираю открывается меню и дальше я выбираю в какой вид то есть как я назову свой mpq если это будет я могу выбрать какой кодер будет у меня использоваться quicktime это mviki будут dpx какой-то свой или h264 указываю размер документа качество кодировку все что необходимо также указываю какое количество фреймов какие фреймы меня интересуют ну кода может быть мне надо там сохранить паркан остается только нажать ну если у меня 3d используется я естественно могу указать качество просчета 3d и так далее но это может значительно повлиять на скорость потом дальнейшем обработке видео сейчас придется доработать достаточно серьезно и нажимаю рендер но прежде чем я нажму рендер еще один момент смотрите у меня сейчас видеогруппа я сделаю эту видеогруппу умным слоем и это мне даст еще одно дополнительное еще одно дополнительное возможность так как видеогруппа является специальным слоем это видео мы знаем содержимое этого видео постепенно оно стоит потом начинает двигаться так как это умный слой на умный слой допустимо положить любые фильтры а это значит что я могу сказать меня интересует фильтр допустим фильтр галлари я говорю что этот фильтр не что иное как акварель какой-то стандартный фильтр да говорю что у него детализация какая-то интенсивность цвета текстуризация поставлю вот так дополню дополнительно скажу что еще и текстурка будет например текстура холста так ну или бумаги бумаги пожалуйста кирпичи нажимаем ok и получается что это у меня как бы даже картина но так как это же видео сейчас конечно еще тяжелее будут обработки потому что будет процесс расчета каждого кадра с этим эффектом ну и у меня получится то что видео имеет структуру как раз прислог ну или так ну я говорю о фантазиях в принципе вы можете тут все что угодно сделать вот естественно конечное видео надо рассчитать чтобы оно в дальнейшем показало более нормальные результаты естественно как бы сейчас это каждый кадр просчитывается по отдельности поэтому я делаю рендер тот самый вот при наличии возможности компьютера если он готов быстро работать то можно получить достаточно все поскромнее размерчики поставлю HD небольшой 1280 фреймрейт 300 секунду нажимаю рендер и пошел экспорт сейчас по идее он должен рассчитать все эти кадры насколько это будет быстро это надо уже смотреть по мощностям я не думаю что он мне покажет сейчас будет просто сейчас считать считать скорее всего может быть даже не посмотрим потому что это время займет каждый кадр по отдельности плюс еще я эффектов добавил и прочего да возможно придется ему считать долго достаточно ну в целом вы же не будете смотреть секунду конечно можно сейчас отработать но полноценно все это видео конвертировать конечно сейчас делает общую компиляцию да с музыкой конечно но все что я сейчас составил музыка и прочее оно просто было